Итак, ребята, всех приветствую. Попытаемся снова завалить босса этих гигантов. Так, я тут навалил на себя кучу всяких разных бафов, в том числе там эта усталость, утомление, до сих пор почему-то не прошла, ну да ладно. Чуть лучше подготовился к бою, насколько это возможно. Из интересного еще. Пам-пам-пам. Где? Во. Выдал ему наручи. Но они не определены, но они добавляют к атаке, если использовать лук. Вот поэтому его переключил на лук. Так, подключал всякие штуки, из-за которых можно сильно мазать. Будем чувствовать себя в бою, я думаю, чуть поувереннее, но при этом все-таки придется снизить сложность, потому что... Этого товарища я несколько дней пытался завалить, и никак не получается. Но тоже, опять же, интересный момент, что на нормальном уровне сложности, да, то есть если вот убрать усиление, он прям вообще на раз отлетает. Как нефиг делать. Вот здесь его вообще фактически невозможно завалить, то есть самое, наверное, большое. Я доводил его до 50% хп, и то он там в ледышку превращается, ее уже там не пробить фактически. Ладно, попробуем. Я думаю, получится. М-м-м-м-м. Всем надо после тебя ходить. Потому что у него ускорение есть. Так, тоже тут чуть-чуть надо переобуться. И попытаться за Сэндри немножко поорудовать тем, чтобы развеять магию. Может, получится. Но будет очень забавно, если я с него сниму отрицательный эффект, который я на него наложил. Так. Ложная жизнь выше, неплохо. Не сильно то у него меньше здоровья, в отличие от высокого уровня службы. Там у него что-то, ну, под 600 почти. Защиты не помню сколько. Но по здоровью прям... Не то чтобы что-то такое. Угу. Ну, под 50 у него, наверное, где-нибудь защита. Это еще вот без вот этой вот штуки там-то, наверное, вообще уго-го. Так, мы начинаем его по-чуть утюжить. Угу. Угу. Жаль. Думаю, вас надо в оборонительный бой переводить. А то он сейчас начнет тут колбасить свои заклинания. Ого. Все, он мне его снес, получается. Да, минус 6 хэллов. Угу. 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 Давайте пробуем полечить его. Эсмоф, акций, да. Угу. Не сильно списать ситуацию, но ладно. Так... А look at Senndry идем сюда. Не ахти. Тоже давай щит начинаюзать. Все, приехали. Субтитры делал DimaTorzok И он наверно сейчас заморозит себя. Да, все. Весело. Так, вообще мне бы тут Сэндри пригодился сейчас. Он тут сейчас полезнее всех будет. Так, значит меня Арчиха надо отвезти подальше. Тигерас. Хотя не хотелось бы чтобы Тигер окончательно умер. Тигерас. Все, он провалился, отлично. Ну как, то есть по пологам он провалился, а так он еще стоит конечно. Тут пока наверное лечиться не буду. Лучше что мы можем сделать это отойти. Вот сюда. Условно безопасное расстояние. Ну и минус этой тактики в том, что если уходить из вот этой зоны, вот этот баланчик все равно останется и его замочит рано или поздно. Вот в чем как бы дело-то. И другой момент, когда он вылазит, он провоцирует много внимания. Не очередных атак, это тоже хорошо. Вот, с одной стороны. Но мы опять же чуть-чуть по другому все попробуем. Блин, видели наверху? Вон он. О, господи. Че, он типа вылез? Проверка навыка пройдена. Ага, вылез он вон где. Понятно. О, господи. 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 О, господи легой! Успешный спасбросок у у него. Продолжение следует... 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 Храска. Моё имя Хрзак. Храск. Я самый великий и самый могучий вождь великанов. Славные дела и мудрые мысли великих вождей положено записывать для потомков. Поэтому я приказал поймать раба, который умеет писать. Он запишет историю нашего племени и как мы стали сильнее всех. Когда-то мы были не такие сильные. Другие племена прогоняли нас с хороших мест, ловили и ели наших охотников. Нам пришлось уходить дальше и дальше в горы, чтобы выжить. Там не было ни больших зверей, ни человека. Было голодно. В горах мы нашли кости. Старые-старые, но с ошмётками мёрзлого мяса. Мне вождю полагается первый кусок. И я начал рыться в костях, чтобы выбрать помесистя. И вдруг кости заговорили со мной. Голосом без слов, похожим на лютую-лютую вьюгу. Голос обещал силу, славу и много еды. Из костей я нашёл острый сколок льда и воткнулся мне в руку. С тех пор всё изменилось. Я стал удачлив. Я всегда знаю, где поймать оленя, а где человека. Мой нос всегда поворачивается в нужную сторону. Теперь мы всегда сыты. Я, отродясь, был могучим. Я убил отца, чтобы возглавить племя, а отец был нагло выше меня. Он мог разорвать оленя пополам голыми руками, но я задушил его и попировал его потрохами. Я всегда был сильным, а теперь я сильнее всех. Храск самый могучий, самый великий. Мы вернулись с гор. Лучшие охотничьи места теперь наши. Другие племена боятся нас. Но я продолжаю слышать голос, и я ещё вижу сны про древние дни. Теперь я знаю. Те кости остались от ледяного великана. Эти великаны были могучие и страшные, но давно умерли. Они служили господину костей, что живёт в далёких горах. Они рисовали кровью врагов его знак, трёхпалую руку. Он даровал им силу, которая теперь досталась мне. Он может дать и больше. Он может дать и больше, нужно только служить ему. Я не знаю, чего хочет господин костей. Я тоже приношу ему жертвы, тоже рисую кровью его знак, но этого мало. Я знаю его волю и исполню её. И когда мы станем большими и страшными, как ледяные великаны, мы будем есть всех, кого хотим. А господин костей придёт из далёких гор и заморозит всё на свете. И будет править ледяными пустынями. Страшно и говорить такие вещи, но я видел сны. Я знаю, так должно быть. Это наша славная история. Пусть потомки знают её. Храск много говорил, горло устало, надо перекусить. Раб, закончил писать? О нет, Дезна, спаси меня. Так, чё мы там наподбирали, кроме уровней? Так, пум-пум-пам, время от нового к старому. Так, вот. Да, блядь. Так, плащ на плюс два, у кого не на плюс два ещё. У тебя вообще плаща нету. Так, а куда на плюс два попал? У кого амулета нету? У тебя. А, ну потому что я, да, я на него дубовую кожу выдал. Амулет природной брони. Ну ладно, чё. Ледяное сердце вождя Барсага, которая теперь сплавлена с его поясом. Пояс даёт носящему бонус брони плюс четыре и невосприимчивость к холоду и бонусу усиления плюс четыре к выносливости. Кроме того, раз в день носящий может использовать способность ледяной каскад в качестве основного действия. Ледяной каскад на врага на средней дистанции обрушивается глыбой снега и льда, а затем ледяные снаряды отскакивают во второстепенные цели. Эти цели должны быть на расстоянии до 20 футов от основной цели. Каждая цель может получить не больше одного попадания. Каждая цель получает урон холодом и попадает в ловушку из прочного льда, оказываясь парализованной на один раунд. Успешный спас бросок реакции со сложностью 18 сокращает. Ну, очень понятно. А, я тебе такой уже пояс на силу выдал. Ну, наверное, тебе вот это полезнее будет всё-таки. А пояс на силу, не знаю, ну, кому спихнуть-то. Тебе можно? Или нет? Десять. Давай тебе. Так. Кольца есть у всех. Хотя, слушайте, нет. Я на тигра могу этот пояс выдать. Он ему намного полезнее будет. Так, а почему? Бычья сила. Бонус уровня звери компаньона. М-м-м. Понятно. Ну, ладно, тогда тебе повезло. Забирай. О! Доспех на плюс два. Тогда это тебе. Угу. Так, дубина на плюс два. Ну, дубина на плюс два можно тебе дать. Просто, чтобы она у тебя тут лежала. Ну, объективно, там пользы от неё не очень много. Так, ну, остальное это всякий мусор. Объективно говоря, мифриловая кольчужная рубашка. Сейчас, погоди. Да, бери лучше её. Она получше. Она штрафов там не даёт. И вот это вот всё. Отлично. Туда нельзя зайти? Нет. Нет. К цветущим пещерам. Ну, погнали. Наша племя перед вами в долгу. Благодаря вам же вы обрели свободу, а мёртвое отомщение. Возьмите это в знак нашей благодарности. Осколок у нас в руках. Теперь мы можем открыть портал. И то верно. А чё нам дали? Перстень беспощадности. Это кольцо даёт своему владельцу сакральный бонус к броскам на попадание и урон против целей, имеющих неполное количество здоровья. Ну, тут вообще без задней мысли. Нашему персонажу отдаём. А, я понял, где мы. Да-да-да-да-да. Это вот здесь я пытался пролезть. Угу. И вот здесь прятался. Вот здесь завал был. Угу. Понятно. Всё. Тут ходил патрульный. Ну, пента, ну чё ты, ё-моё. Уф, после этих жутких вонючих пещер приятно увидеть снег. Тут, правда, тоже жутко, но хотя бы свежо. Не разделяю твои радости. После семи десятков лет во льду эта свежесть меня не слишком-то бодрит. Да, уж тут, может, и не воняет, зато со всех сторон торчат обломки костей. И ветер, кажется, шепчет какие-то гадости. Пойдёмте-ка лучше в таверну. И как это племя угрозило попасть в плен к великанам? А как мы с тобой попали в плен к культистам в том театре? Из неволи только бежать сложно, а угодить туда легче лёгкого. По мне это так, что варвары, что великаны одни других стоили. Одни чуть покрупнее и поглупее других, а по сути одно и то же. Ледяной огнё в глазах Сэндри мерцает недобрым светом. Мне кажется, разница между ними очевидна. Из двух этих групп только одна держала другую в плену и употребляла в пищу. На мой взгляд, это весьма существенное различие. Сэндри моргает, и холодное пламя в его глазу унимается. Он скукоженно опускает голову. Да, ты права, это я с дуру брякнул. Извините. И как вы считаете, правильно ли мы поступили с тем племенем? Келлидам было мало освободиться, они хотели ещё отомстить. Ну и отомстили, ценой ещё нескольких жизней. Ушли бы по умному, спаслось бы больше, но это уже их дело, не наше. Культурологическая справка. Для многих племён келлидов очень важно сохранить не только жизнь, но и честь. Неволя — это унижение, которое надо смывать кровью. Отомстив и уйдя из плена с честью, они объективно повысили свои шансы на выживание. Те, кто ушёл живыми, да, а остальные, может, о них потом хотя бы песню сложат. Грустно всё это. И открывается следующий портал к следующему осколку. Угу. Недостойные слуги выполнены, обитель ледяного владыки мы продвинулись. Ну, конечно же, нужно сходить подремать. Чтобы уничтожить этот барьер, вам требуется больше осколков, понятно. Угу. У нас там, кстати, два уровня у гнома не прокачены. О, а эту кто? Я как-то пропустил вообще этих товарищей. В луже талой воды лежат тела замерзших на смерть гуманоидов. Офигеть, их вообще не заметил. Эти ботинки дают носящему бонус плюс 10 к проверкам атлетики и бонус мастерства к проверкам навыка подвижности. Ого. Ну, давайте тебе их дадим. И какая-то шляпа там еще была. Эта шляпа дает носящему плюс 2 к харизме. А кто у меня тут с харизмой вообще? О, ты? Ничего себе. Ты? Ну, давай тебе дадим. А, у тебя и так есть. Это что? Ага, как раз на харизму. Хе-хе. Ну, что нам тут осталось? Трагануть, по сути. Прокачаться. Ну, кого мы сможем так, прокачаем сами. Остальное там на откуп опытным зрителям дадим. А, надо вернуть, кстати, сложность в привычное русло. Ух ты. Такое-то все время тут было. Офигеть сколько мусора всякого. Ну, это всё ерунда. Можно смело продавать. Не думаю, что тут что-то есть полезное для нас. Я доспех сейчас пока придержу ненадолго. Кольца можно продавать. Больше они никому не пригодятся. Кольчугу тоже можно продавать. Даже у гнома тут, в принципе, что-то нормальное. Насчёт меча не знаю давать ли ему. У него тоже, в принципе, неплохой меч. Ну, кольца и вот эту бильберду продаём. Вряд ли доспех этот на плюс один тут кому-то пригодится. Ну что, начинаем тогда пытаться себя тут покачать и раскачать. Вот оно чё, Михалыч. Ну, тут объективно нам от этого вообще не холодно, не жарко. Дар ярости надо выбрать. Тоже, блин, не самая лучшая. Нюх, кстати, неплохо. Снижение урона плюс тоже варилит неплохо. Надо тестовать себя качнуть, чтобы посмотреть, что у пэта появилось. Так, по морозным вот этим штукам. Что нам тут могло бы пригодиться? Ледяной покров бы тоже мог пригодиться. Или вот нечистый зверь тоже прям интересно под нас. Осколочные попадания. Осколочные попадания я бы Рикарду взял. Чисто, чтобы посмотреть, что там у зверя открывается. Тоже плюс один ему можно куда-нибудь закинуть. Ага, и всё, да? Понятно. Так. У гнома аж два уровня не каченные. Тоже тут ему можно черту какую-нибудь выбрать. Безудержный натиск, возможно. На который я давно уже у всех посматриваю. Ох, дополнительные приёмы тут ещё. Специалист по выживанию. Ну, всё остальное такое. Так. На двуручное. Ё-моё. Больше подпунктов, богу, подпунктов. Так. И тут ещё что-то вот, да, было. Так, боевые приёмы я посмотрел. Ну, дальше ничего такого интересного нету. Хотя вот разрушение брони вкусно тоже выглядит. Да, и следующий уровень, где ему нужно ещё характеристики выбрать. Боевые приёмы. Улучшенный критический удар звучит вкусно. Ух. А, ну, тут тоже самое, понятно. У тебя ещё тоже нужно куда-нибудь тебе дничку закинуть. И заклинание третьего круга какое-нибудь выбрать. Рассеивание магии. Кажется чем-то полезным. Чтобы у всех оно было. М-м-м-м-м. И тут заклы нужно выбирать. Ё-моё. Сколько тут всего нового-то. Массовое? Нет, нет. Ух, теневое воплощение что-то новенькое. Стихийная форма тоже новая. Или нет? Склизкое касание. Усидиановый поток тоже не помню. Чтобы что-то подобное было. Вулканическую бурю как будто бы тоже не помню. Там ещё после того, как мы их прокачаем, у нас слоты появятся. У неё там точно. Так, здесь у нас... И дополнительная черта ещё. Ух. Улучшенный крит. О, уверенное владение щитом плюс. Это вот прям звучит как то, что нам нужно. Ну, не уверен, что здесь что-то нам могло бы пригодиться. Цельный удар. Ну, такое всё крайне ситуативное. Так, у Сэндри же я посмотрел, да? А, да, точно. И... Кто у меня тут ещё остался? Да и осталось. Надо посмотреть, какие у тебя там слоты сейчас появятся. О, даже ничего убирать, кстати, не надо. Прям неплохо. Стой копьё. Чё у тебя открывается? На четвёртом можно чё-нибудь новенькое взять. Здесь чё-нибудь ещё. Здесь ничего нового. Ну, нормально, нормально. У тебя, у тебя, у тебя, ого, понятно. Боевой приём, мастерство меткости, эксперт. Смотрите, конец, всё херня. Так, чё в боевых приёмах у тебя? О, всякая фигня на стрельбу пошла, наконец-то. Парное оружие плюс, сила двух рук. Ммм. Ну и остальное такое всё. Ну, понятно. Будем думать, посмотрим, что мне посоветуют. А на этом тогда я предлагаю закончить. С некоторым позором отстрелялись в этой серии. Интересно, что будет дальше. О, кстати, а вы кто такие? Командор приведёт войска к победе. За Командора. Ура, ура, ура! Не, больше тут никаких написей нету. Тифлинги тут стоят, тусуются. Ну что ж, тогда давайте на этом попрощаемся. Продолжим следующей серии. Благодарю за просмотр. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...